Техническое состояние аттракционов и парков развлечений Петербурга проверять некому. В компетенцию гостехнадзора входит только круглогодичное внесение увеселительного оборудования в список законных. Специальные реестры всех аттракционов – уличных, крытых, временных, стационарных – можно посмотреть на сайте правительства города. Список ведется для того, чтобы каждый горожанин мог узнать, где весело провести время, законно ли установлено аттракционное оборудование, на какой срок и кто за него отвечает. Осенью и зимой петербуржцам предлагают 1200 объектов, весной и летом – более 2500. Проверки проводят раз в год, как правило, перед сезоном или сразу же после открытия парка. Правда, смотрят в первую очередь на законность размещения, а не на техническое состояние аттракционов. Проверка технического состояния – это функции федеральных органов. В настоящее время этот орган неопределён. В функции гостехнадзора входит просмотреть, зарегистрировать аттракционное оборудование, чтобы хотя бы они законно стояли. Требования технические мы не предъявляем. Пока проверять техническое состояние могут только коммерческие компании. Официальные требования к правилам установки и эксплуатации должны появиться к 2018 году. В лучшем случае. До тех пор сотрудники гостехнадзора могут лишь подружески посоветовать владельцам объектов внести некоторые изменения. В крытом батутном парке, например, не лишним было бы обить колонны матами, а у прыжковых ям сделать сеточное ограждение. Несмотря на отсутствие жёстких требований и правил, предприниматели сами заинтересованы в соблюдении всех возможных мер безопасности на объектах. У нас первая в России сделана технология так называемых перегрёздных матов. Маты, они не стыкуются вместе, они находят друг на друга. Тем самым мы создаём большую жёсткость и большую безопасность. Как ни странно, самыми небезопасными считаются надувные уличные батуты. Часто их устанавливают с нарушениями на мягкой или наклонной поверхности без должного крепления. За прошлый год на таких аттракционах трое детей получили травмы. А вот, например, на американских горках, колёсах обозрения или катапультах несчастных случаев в Петербурге не было уже несколько лет.